МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотим вам показать то, что 30 лет было скрыто за забором. Вручаю вам орудие труда. Этот день точно прожить не зря. Дома бы так. Защищайтесь, сударь. Острые козырьки против филологов. Лошади ходи. У каждого дворца есть свои тайны. Вступили туда, куда редко ступает нога человека. Я в восторге от лестниц Автограда. Этот витраж сделан по классической технологии 11 века. Я здесь вижу, например, историю, мне кажется, автопрома. Готов репетировать это вечно. Это Виталий. В мотосообществе известен как Че Гевара. Любит гонять на байке. Это Ирина. В мотосообществе известны как жена Че Гевары. Любит фотографироваться. Они завели дневник мотоциклистов и в этом сезоне колесят по Самарской области. Рассказывают, где классно отдохнуть и зачетно поснимать. Помчали за фото на мото. Сегодня мы мчим по маршруту, который условно назвали «Советские дворцы» или «Назад в СССР». Прелесть его в том, что он подходит для любой погоды и времени года. Все можно сказать под рукой, в пределах автозаводского района Тольятти. Ну вот мы уже подъехали к первому дворцу. Это дворец спорта. Но сначала хотим вам показать то, что 30 лет было скрыто за забором. Вот за этой дверью находится мозаичное стелло-панно «Радость труда». Между прочим, одна из крупнейших в Европе. Я называю этот монумент памятником советской эпохи. И сейчас вы поймете, почему. «Радость труда» действительно монументальная. Высота стеллы 5 метров, ширина 3 метра, а длина рисунка с одной стороны 50 метров. То есть всего 106 метров мозаики. А по площади она занимает, только представьте, 350 квадратных метров. Не 350, а 530. А, тем более, 530 квадратных метров. А еще эту стеллу называют «золотым брусом», потому что смальта материал очень дорогой. Здесь ее 3,5 миллиона кусочков разных цветов. Здесь более 100 оттенков изначально было. И привезли ее сюда со всех уголков Советского Союза. Это очень символично, потому что Тольятти, молодой прогрессивный город, тоже собрал на своей территории жителей всей страны, когда все строили автоваз. Тогда он назывался Волжский автомобильный завод, а сам монумент – стелла 55-летия СССР. Мозаичное панно с 1977 по 1981 годы создавали народный архитектор Советского Союза Борис Рубаненко, и народный художник СССР Юрий Королев, директор Государственной Третьяковской галереи. Всего на панно изображено 16 сюжетов. Все начинается с Великой Октябрьской революции. Потом мы видим картину, как буквально ковалось новое государство. И вот главные символы Советского Союза – серб и молот. А потом, со слов интернационала «Мы наш, мы новый мир построим, кто был не кем, тот станет всем», Стелла рассказывает о дальнейшем истории развития советского общества. Тут и ликвидация безграмотности, и создание новых спортивных обществ, и освоение новых профессий. Завершается рисунок на этой стороне Стеллы на трагической ноте – началом Второй мировой войны. На торце бруса мы видим, как полк прощается с погибшим товарищем. Далее здесь использованы, посмотрите, четыре оттенка только черного цвета – самые темные годы Великой Отечественной войны. Далее мы видим победу над фашистской Германией, как солдат возвращается домой, возвращение к мирной жизни и первый полет человека в космос. Следующие сюжеты посвящены главному событию в истории Тольятти – строительству Волжского автомобильного завода и выпуску с его конвейера первого автомобиля ВАЗ. Та часть панно, которая отсутствует, изображала процесс литья стали и установку двигателя. Но где она сейчас – никто не знает. Я предполагаю, что, возможно, она украшает чей-то гараж. Не исключено. У нас завершается история чудом инженерной мысли советского человека. А теперь человек российский спасает то, что от стелы осталось. После распада СССР она стояла, открытая всем ветрам, осадкам и нехорошим товарищам, именуемым вандалами. Внутри между бетонными блоками селились бездомные и в прямом смысле раздували из искры пламя, разжигали костры. Все это привело к потере 180 квадратных метров рисунка. Это примерно миллион 300 тысяч кусочков смальты. В 2015 году в Тольятти появилась инициативная группа по восстановлению стела. Потом к движению подключился Тольяттинский государственный университет. И вот в 2022 году специалисты приступили к непростой и масштабной задаче – вернуть радости труда первоначальный вид. А где вы берете смальту? Я знаю, что вы тоже хотите использовать советскую смальту. Хватает ли? У нас вокруг стелы есть смальта. Сейчас вот за период август-сентябрь мы собрали порядка 120 килограмм. Потом в советское время, когда сдавали стелу, у проектировщиков, архитекторов, художников была задумка, что и верх стелы будет представлять из себя цветное мозаичное изображение. Там тоже наверху, на крыше, есть полоски желтой и красно-коричневой смальты. Ее сейчас убирают, потому что именно из-за этого решения попадала вода под штукатурку, и оно начало разрушаться. Там сделают нормальную кровлю, как у обычного здания. Там рубероид, козырьки небольшие, которые будут удалять воду. Мы начали закупать смальту по России. В августе Тольяттический государственный университет купил 2,5 тонны в Краснодаре. У сына одного из известнейших советских мазаичистов краснодарских нам приехала палитра из 36 оттенков. Глубые, синие, зеленые, желтые, охристые. Нам нужно восполнить еще порядка 70 оттенков палитры. И по объему это еще примерно 3 тонны надо купить. Будем покупать по России советскую смальту. А какого цвета больше всего не хватает? Сейчас проблемы с красным цветом, с красным бордовым. И в принципе у нас его очень мало. И как я знаю, в России тоже как раз осталась такая палитра вот синие-голубых, зеленых цветов. Раз с красным проблемы. Утраченные фрагменты рисунка восстанавливает тольяттинский художник Игорь Панов. Он создает эскизы по фотографиям 80-х годов прошлого века. Кадры удалось найти в архиве АвтоВАЗа. Алексей, я конечно не художник, но глядя на это панно у меня прям вот напрашивается изобразить еще пару десятилетий. И этот памятник прям можно будет называть именно символом и памятником советской эпохи. Не заложено ли в проекте этот замысел? Или думали об этом вообще? Ну, думали, но не заложено. Потому что задача восстановить, реставрировать именно этот памятник, как его задумывал Королев. Ну, то есть он должен быть таким, как был когда-то. Но вообще задумка эта хорошая. Почему бы не сделать такую же стелу 50-метровую где-нибудь еще в итальянском сквере. И там как раз 20 лет оставшейся советской эпохи, достижения Российской Федерации. А потом можно сделать, знаете, такой чистый бетон, и чтобы туда потом, в следующее поколение, и прям такая бесконечная стелу. По этому линейному центру Тольятти, как раз которая от набережной продолжается до АвтоВАЗа, тут места много. Мы тоже хотим что-то новое делать, интересно. Не только восстанавливать, а и свои задумки решать. Восстановить стелу – это только первая часть работ. Потом начнется благоустройство всей площадки. Проект готовят специалисты Центра урбанистики и стратегического развития при Тольяттинском госуниверситете. Их задача – сохранить стилистику советского памятника и при этом сделать пространство современным. Вот мы сейчас есть два человека с руками. Вот мы сейчас можем сделать свой вклад в развитие искусства и что-то, какую-то работу выполнить, самую простецкую. Как нам сказали профессионалы-реставраторы, мозаику только детским мылом можно мыть. У нас ведерко разведенное детского мыла. Вы можете взять чуточки и попробовать смывать вместе с нами. Вручаю вам орудие труда, перчатки, рабочие. Размерчик чуть-чуть немой? Или они? Ну, не в самый раз. Вот и мы с Че Геварой в полной мере ощутили радость труда. Вот, этот день точно прожить не зря. Приняли участие в восстановлении грандиозного памятника культуры. Дома бы так. Мне радость труда очень понравилась. Я представляю, какое это будет прекрасное городское пространство, когда все работы завершат. Оно будет, с одной стороны, памятником советской эпохи, а с другой стороны, очень современным. Да, когда все закончат, я обязательно сюда приеду. А сейчас во дворец? Да, во дворец. Кстати, проводником у нас сегодня будет Анжела Манылова. Анжела, здравствуй. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, почему такая любовь к дворцам? Ведь Тольятти – это город рабочих. Да, в нашем городе как минимум три дворца. И, что интересно, они все расположены на одной улице, на улице Юбилейной. То есть у нас такая, по сути, дворцовая улица. Это стало таким воплощением мечты советского человека о том, что дворцы доступны каждому. И вот, наверное, эту мечту поймали архитекторы советского периода и воплотили ее в камни. И это действительно дворцы, в которые может заходить, в общем-то, любой житель города, потому что все они такие специализированные. Вот это дворец спорта, есть у нас еще дворец культуры, и даже кинотеатр построены тоже, в принципе, в виде дворца. Дворец спорта открыли в Тольятти в 1975 году и окрестили пиком советского модернизма. Создали его по образу и подобию выставочного павильона СССР. Он произвел фурор на международной выставке «Экспо-67» в канадском Монреале. Масштаб волгаря впечатляет. Он может вместить до 5000 человек. Есть тут и ледовая арена, она трансформируется в зрительный зал, а общая площадь помещений – 25 тысяч квадратных метров. Это как 16 хоккейных площадок. Ну и вот мы с вами внутри дворца и поднимаемся по одной из двух главных лестниц этого дворца. Как видите, она украшена такой богатой мозаикой. Что интересно, мозаика проходит через все этажи, даже выходит на улицу, то есть ее, в общем-то, отовсюду видно. Надо сказать, что над ее созданием работал художник-монументалист Сергей Леонович Тер Григориан. «Человек пруды спорт». Вот именно так называется эта композиция. Спортсмены, которые здесь изображены, они, в общем-то, имели, ну так скажем, прототипов среди реальных героев спорта, которые в то время были известны. Вместе с тем мы видим здесь очень много природных мотивов. Ну и, в общем-то, сама мозаика, она чем-то напоминает такую реку Волгу, то есть воплощенную, правда, в камне. Кстати, вот эта сова – участница своеобразного квеста, который здесь любит проходить. Гостям дворца спорта предлагают найти эту псичку среди всех мозаик, и вот они бегают по лестнице, мыщут ее. Сдаю пароль и явки. Это переход с третьего на четвертый этаж. Вот какое крыло – ищите сами. А этот зал точно понравится фанатам спорта. Это зал «Спортивная слава», это, как известно, город спортивный. Здесь много-много, десятки, если не сотни наград, и информация об именитых спортсменах, их вещи. А ты, кстати, чем-то занимался в школе в юности? Я фанатом спорта не был, но было много начинаний. Трукопашный бой, тэквондо, например. А я боксом. Ну что, сыгранем? Защищайтесь, сударь. Острые козырьки против филологов. Каналия. Руку, руку, руку. Филологи терпят поражение. Очередное. Лошади, ходи. И у каждого дворца есть свои тайны. И, конечно, дворец спорта здесь не исключение. Пойдемте, я вам их покажу. С этого балкона открывается один из самых красивых видов на автозаводский район нашего города. Есть дворцовая тайна? Нет. На самом деле у дворца спорта Волгарь есть свой закат и свой рассвет. Предлагаю начать с рассвета. Как положено. Интриговала. Вот он рассвет. Одно из двух тайных мозаичных панно. Здесь утро всегда доброе. Солнце сходит, и птицы разлетаются стаями. Те люди, которые делали, они, конечно, очень грамотно расположили это панно, потому что действительно солнце встает с той стороны. Да, там, восток. И, соответственно, когда солнце встает, оно подсвечивает это панно, мозаика начинает играть. Нам сегодня, можно сказать, организовали эксклюзив. Ступили туда, куда редко ступает нога человека. Ну, а здесь, знаете, я угадаю, наверняка закат. Да. Кстати, вид на закате на город мне нравится намного больше. Посмотрите, здесь и фонтаны видно, и Волгу, и Жигулевские горы. Такой типично тольяттинский вид. Еще один видный представитель монументальной советской архитектуры – культурный центр «Автоград». Долгие годы он именовался «Дворец культуры, искусства и творчества» в народе «Декит». Строить его начали в конце 60-х, на пике популярности необрутализма. Этот стиль обращается к культуре древней Месопотамии и древнего Египта. Отсюда строгие линии, каменная облицовка и очертания, похожие на пирамиду. Каждый этаж словно накрывает предыдущий. Но строительство затянулось аж на 20 лет. Изменилась архитектурная мода, и внушительный каменный брутал обрел вполне модернистскую душу. Вот мы с вами внутри культурного центра «Автоград». Это огромное помещение. Здесь 516 комнат, а площадь 22 тысячи квадратных метров. Здесь можно просто, наверное, заблудиться, поэтому мы решили воспользоваться помощью экскурсовода. Сейчас здесь проводят программу «Дворцовые тайны», и нам сейчас о них расскажут. Какие тайны хранит Дворец культуры? На самом деле, действительно хранит и действительно тайны, потому что, попадая внутрь нашего дворца, вы откроете для себя совершенно уникальное декоративное оформление его, которое полностью соответствует именно дворцам. Вот обратите внимание на вот эту огромную просто панно, которое сделано в технике майолика. Его высота знаете сколько? Нет, метров 20. Ну, угадал на самом деле, действительно, его высота чуть больше 20 метров, а вот этих плиточек изразцов здесь знаете сколько, Виталий, сколько, как вы думаете? Не знаю, несколько сотен, 300-400. 760. Обратите внимание, что она монохромная. Виталий, вот какого она цвета? Зеленая. Зеленая, изумрудная, совершенно верно. Но знаете ли вы, что здесь нет ни одной одинаковой плитки? Каждый цвет, он уникален. Это особенно видно, если мы с вами поднимемся вон туда, вот на пятый этаж, где живет наша русалка. Действительно, все плитки здесь разного оттенка. Для меня, как и для большинства мужчин, они, конечно же, просто зеленые. Но Ирина нашла бы здесь и бирюзовый, и салатовый, и еще целую кучу оттенков. Я в восторге от лестниц Автограда. Мне кажется, это одно из самых лучших его украшений. Их здесь очень много, они очень живописные, удачно вписаны в пространство и очень геометричные. Посмотрите. Этот витраж сделан по классической технологии, по технологии XI века. Именно тогда монах Теофил немецкий прописал эту технологию в своей работе, которая называлась «О ремеслах». Обратите внимание на то, как стеклышки, заметьте, каждая из них сварена вручную. Видите, вот там полосочки, пузырики, непрокрасы. Это не брак. Это то, что мы сейчас называем хендмейдом. А вот теперь мне скажите, вот в этом витраже есть стекло, которое было выбито. Найдете его? Мне кажется, он не то, вот, с половками зеленых. Мимо. Мимо. Не вот там наверху серые? Мимо. А чем оно отличается, нужно подсказать? Вот, нет. Мне бы хотелось, чтобы вы как раз поняли, чем отличается настоящий классический витраж от современной витражной пленки. Это очень хорошая иллюстрация. Ну, вот оранжевая, может быть, вот эти кусочки. Я буква А. Да, да, да. Да, совершенно молодец. Потому что ни пузыриков нет, ни чего. Совершенно. А вот теперь, зная, посмотрите, какая разница. Какое стекло оно яркое, насыщенное. Посмотрите, прям как будто фонарики горят. И этот, он такой бледный, он такой невзрачный. Вот это говорит о том, что каждый витраж уникален. И при потере какого-то фрагмента, вот как здесь, мы с вами теряем нечто, что невозможно восполнить. А это та самая уникальная флорентийская мозаика, единственная в Самарской области? Да, та самая уникальная флорентийская, единственная. А почему она флорентийская? А потому что первые мастерские появились в городе Флоренция. И организовал их знаменитый фердинант Медичи. То есть это тоже итальянская технология? Это итальянская технология. Более того, я вам скажу, что два века они ее сохраняли в тайне. И в Россию она пришла только в веке 18-м. Сначала рисуется эскиз, а потом на него уже камень специальной формы делается. Совершенно верно. Сначала делается эскиз, а красками к этой картине служат камни-самоцветы. Вот здесь использовано более 10 видов самоцветов. Технология на самом деле очень сложная. И до сих пор флорентийская мозаика считается самой сложной из мозаик. Толщина вот этой вот пластиночки, она всего лишь 2,3 мм. Не больше. Меньше можно, если получится. А вот больше нельзя. Если будет больше, то просто будет очень тяжело? Совершенно верно. Она просто у нас обвалится. И вот попробуйте пальцами. Вы совершенно не заметите стыков между этими совершенно разными камнями. Правда же? И это тоже говорит о классе мастера. Автор этой работы, художник, монументалист Василий Бубнов. Оксана Анатольевна, а есть ли название этой всей композиции? А вот названия нет. Давайте вы придумаете, и мы будем так ее называть. Устроим конкурс на лучшее название мозаики. Нет, ну я здесь вижу, например, историю, мне кажется, автопрома. Совершенно верно. Да, это история автомобиля. Да, с чего все начиналось и уже более современно. Виталий, смотрите, вот там, видите, фрагмент, это карета. Да. И дальше мы пошли конки, зимы, зисы. И вот туда глазки вверх поднимаете, там уже современные силуэты машины. Я даже Волгу рассмотрел. Вот, видите? А справа у нас получается немножко другой сюжет. Это улицы Автозаводского района, это люди, которые строили Волжский автомобильный завод и работали на нем. На самом деле ее рассматривать можно часами. И каждый раз ты узнаешь или видишь для себя что-то совершенно новое. Одновременно строгие и роскошные интерьеры Советского дворца культуры всегда привлекали любителей фотографии. Неудивительно, что Автоград превратили в огромную фотостудию. По предварительной записи в его многочисленных залах можно придаться творчеству без толпы посетителей. А это большой театральный зал на 1273 места. Сюда приводят во время экскурсии за кулисье. И рассказывают, как тут все устроено, кто управляет сценой, какие тут есть задники. В общем, то, что обычный зритель увидеть не может. Виталий, а ты когда-нибудь мечтал о большой сцене? Не знаю насчет мечты, но сцены я точно боялся. Когда я сдавал экзамены в музыкальной школе, я ходил даже до валерьянки. А я, ты знаешь, иногда представляла, что я актриса и выхожу на подмостки перед тысячей зрителей. Значит, кстати, есть возможность что-нибудь сыграть. Что сыграем? Ну, конечно же, Шекспира. Молилась ли ты на ночь Десдемона? Готов репетировать это вечно. Мы так забродились по дворцам Тольятти, что даже не заметили, как стемнело. Зато теперь вы знаете, куда пойти, чтобы услышать интересные истории и сделать классные снимки. Вообще, конечно, во всех трех локациях меня поразил масштаб мыслей художников и архитекторов, которые их создавали. Да, действительно, они строили город будущего, но история распорядилась иначе. Радует, что сейчас эти памятники начинают восстанавливаться. Вот такой получилась 11-я глава дневника мотоциклистов. И продолжение следует... За фото на мото! А что стоим? Звук слушаем! Стелла рассказывает о новой... Все, я уже туплю, я боюсь. Сейчас. Я пытаюсь непринужденно идти. Все начинается с Великой Октябрьской революции. Идем. Вот тот фрагмент панно, который отсутствует... Наверное, слишком... Теперь рано. А это большой театральный зал на 1273 метра. Здесь проводят экскурсию. Такие удобные кресла, прям как в кабинете у психолога. Хочешь поговорить об этом? Еще? Выяснили. Сейчас я его еще помею и... Работаем. Все, инсоль распределилась иначе? Распорядилась. Распорядилась. Я вообще слушаю. Давай еще раз. За фото на мото! Да, тогда мы закончили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...